В эти дни в Кирове проходит слет молодых активных инвалидов. О целях форума и о мерах социальной поддержки людей с ограниченными возможностями на территории региона узнала Милана Поварницына. В России год от года становится все больше инвалидов. Только на территории Кировской области их 149 тысяч. Одни инвалиды с детства, другие стали ими после заболевания или травмы. Но все они являются полноправными членами общества, нуждаются в защите и поддержке. Всегда та категория, которая поддерживается государством, считает, что какие-то меры недостаточно. Но я думаю, что областное и правительство Кировской области, и департамент соцразвития делают все возможное, чтобы инвалидам, людям нуждающимся, жилось лучше и легче. Это обеспечение жильем инвалидов и семей, в которых есть дети-инвалиды. Социальные выплаты и пособия по жилищным и коммунальным услугам. Сегодня в области 15 домов-интернатов, 43 центра социального обслуживания и 3 реабилитационных центра. Но людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, надо давать возможность работать друг с другом. Чтобы они могли увидеть историю успеха и положительные примеры, с 2004 года проводится областной слет инвалидов «Молодой активист». В этом году в нем приняло участие 60 активистов. Главным организатором слета, благодаря которому проблемы одиночества и нереализованности инвалидов стали решаемы, выступило Кировское отделение инвалидов. Сама организация Кировская областная организация, региональная организация Всероссийского общества инвалидов, насчитывает 27 тысяч. Среди этих 27 тысяч у нас 2 тысячи молодых инвалидов. И где-то около 4 тысяч детей инвалидов. Молодые активисты и руководители районных молодежных инвалидных комиссий обмениваются опытом, чтобы потом стать рукой помощи для других инвалидов. Как, например, Андрей Григорьев. Он участник всевозможных соревнований, волонтер. Если человек, допустим, получил травму и не знает, куда обратиться, мы именно помогаем найти символ жизни. Не сидеть дома. Не надо, как говорится, как в себя уходить. Именно надо доказывать то, что инвалидов чего-то в этой жизни стоят. Слет инвалидов продолжит свою работу на базе оздоровительного лагеря «Строитель». Также для участников на базе Кировской организации инвалидов пройдет круглый стол по обмену опытом, а позднее и турнир по боулингу. А по итогам слета будут определены делегаты для участия в международном форуме «Стратегия построения безбарьерного пространства городов и бизнес-решения для доступной среды», который пройдет в Сочи. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.